Восемь утра на земле Ильбруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами вакцинированные спутником Светлана Шаганова и Руслан Куркмазов. Сегодня мы поговорим о том, как распознать маньяка в своем соседе. Обсудим убийство девочки в Черкесске. Начинаем, поехали. Субтитры делал DimaTorzok Собирайте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Сегодня у нас полезный гость. Заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных, полиция МВД по КЧР, полковник Мурат Анатольевич Нахушев. Мы побеседуем с ним о том, как не стать жертвой своего соседа. В эфире Радио Россия. Горочаево-Черкесия. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Крачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Мурат Анатольевич, вот произошла трагедия, убили девочку в центре Черкесска и убил ее сосед. Вот на эту минуту какие подробности есть, о которых можно сейчас уже говорить? Правда ли, что он отсидел за убийство шестилетней девочки и вот его выпустили? Или он принудительно лечился? Все-таки где правда? Он совершил в 2004 году, о чем вы говорите, девочку. Но он не отсидел реальный срок, он не отбывал. Он был решением суда, его отправили на принудительное лечение в специализированной лечебнице. На территории России, в Орловской области он отбывал. После прошествия 14 лет, там же решением суда перевели специализированный с закрытого на общую, разница в лечебницах. И перевели к нам сюда, в поселок Кубрань. И он там находился? Где он еще год пролечился, после этого он тоже был освобожден оттуда. В 2019 году. Якобы выздоровел? Ну да, решением суда было. Скажите, а вот психически больной человек после убийства ребенка, не дают ли ему пожизненно заключение в психиатрической клинике? Или такого нет закона? Ну, это, если решение суда принудительное лечение, он наблюдается врачами. Ну, выздоровел, не выздоровел, это комиссионное лечебное решение. Так вот же, хочется сейчас обратиться к этим психиатрам, да, у которых он стоит на учете. Где он стоит? Могу так сказать. Создаются комиссии, не один врач решает. Комиссионно. И на заседании суда они доказывают. Ну, видимо, своя процедура есть там, как они смотрят подробно. Я не могу сказать, что они смотрят. То есть, если врач сказал, что ты здоров, несмотря на то, что ты убивал ребенка, значит, ты здоров? Ну, скорее всего, предполагаю, что оно не голословно, он утверждение это выносит. На основании своих наблюдений, на основании этого поведения своего подопечного, так скажем. Как он себя ведет, и отсюда, и все. Ну, конечно, мы не уполномочены с вами решение суда менять или комментировать их. Но у меня другой возникает вопрос. Когда совершено было это убийство, то есть в одном подъезде люди жили, говорят, а почему участковый не предупреждал всех, что с ними живет такой вот сосед? Вот скажите, пожалуйста, кто на каком этаже, как жил, где, как все происходило? Ну, участковый, полномоченный, во-первых, зная информацию такую, да, о том, что человек болеет, больной, он не может поделиться совсем. Во-первых, это его заболевание, допустим, это врачебная тайна. Она федеральным законом охраняется, запрещается распространение. Я извиняюсь, получается, участковый вообще не знает, что на его участке живет психически больной человек? Подождите. Давайте. Вот с этого начнем, что он не имеет права разглашать врачебную тайну, которая ему в ходе служебной деятельности стала ему известна. Это первый вопрос. Второй вопрос, то, что вы задаете, я могу ответить так, то, что нашими приказами и вообще нашими российскими законами, врачи, психиатры, допустим, должен уведомить участкового, для сведения ему присылает вот такой-то, такой-то, болеет и представляет опасность для окружающих. Если к участковому поступила такая информация, он наблюдает за его поведением, он может спросить соседей, старших по дому или где-то интересуется его поведением. А в данном случае участковый был уведомлен о том, что такой сосед? К нам такая информация не поступала. А вообще он там постоянно жил, либо снимал эту квартиру? Есть ли такая информация? Ну, он жил. А он один жил? Нет, ну в том же доме... Один в квартире? В том же доме проживают его родственники. На другом этаже, так скажем. А он сам, где-то около полутора-двух месяцев назад, эту квартиру он снял. Как бы отдельно от родственников проживал. И получается теперь, если участковый не может рассказать о том, что психически больной человек живет, потому что в данном случае его никто не уведомил. Если бы он даже знал бы, что психически больной человек, он всем рассказывать не может. А теперь скажите, пожалуйста, как в соседе своем распознать маньяка? По каким признакам? Как опасаться? Ну, первонаперво, любого этого, его поведения. Первый признак – это его поведение. Как он себя в быту ведет? А что он должен делать, чтобы мы заподозрили? Ну, противоправные. Первонаперво, то, что в милиции, в полиции, да, это его противоправность проведения. Но зачастую они очень тихие, вы знаете, и не распознаешь. Тихие, правильно. Очень тихие. А как распознать? Вы знаете, очень страшно стало жить, вот даже после этого случая. Я лично уже боюсь заходить в подъезд, не то, что там своего ребенка одного выпускать. Вот как обезопасить себя, своих детей, родных? Да, вот, например, чтобы мы в подъезд, когда, допустим, соседи, мы знаем, что они более-менее адекватные, ну, можем войти, поселяются непонятные квартиранты. Могу ли я написать или сходить к участковому своему и сказать, уважаемые участковые, вот там квартиранты появились на четвертом этаже, вы можете пройти к ним и вообще убедиться, кто они? Может быть, они вообще террористы или какие-нибудь маньяки или еще что-то? Участковый может, не поля хату, то есть не называя мое имя, прийти соседям сказать, покажите паспорта. Потому что люди боятся писать заявление. Вполне, вполне. Тут вопрос, как стоит. Участковый полномоченный, он как бы обязан проходить, он должен в каждую квартиру зайти, с каждым людям свою визуточку отдать, чтобы они его знали, чтобы номер его телефона знали, чтобы он знал, кто на участке у него живет. Поэтому, если доброактивный, который жизненную позицию занимает, гражданин позвонил участковому и сказал, вот там что-то творится, я, например... Это не стукачество? Нет, я с радостью этих людей оприветствовал и с большим, хотя и некоторые могут сказать, зачем это надо, но работа участкового вот в этом и заключается, чтобы пойти посмотреть, кто, чтобы знать на участке, что у тебя творится. А можно я вот как мать хочу сказать, что вот каждому гражданину участкового не представишь. Я думаю, что каждый родитель несет ответственность за своего ребенка. И в данном случае здесь была несовершеннолетняя девочка. Кто девочку в это время вечером отправляет в магазин? Мне кажется, здесь еще и ответственность лежит. Я не знаю, с кем эта девочка жила. С матерью? С матерью. Они вдвоем с матерью. Вот. Понимаете, мне кажется, в наше время сейчас непростое, когда сплошь и рядом нас окружают, получается, маньяки, мы должны бережнее относиться к своим детям. Согласен. Сотрудник полиции, хоть у него есть полномочия, какие-то права и обязанности, но до каждого, за каждым ребенком не может уследить. Сотрудников ПДН, допустим, у нас 35 человек по всей республике, а несовершеннолетних, более 100 тысяч. Да. Кому сотрудников этого представить? Кому из них? В то же время считаю, что если родители в полной мере будут исполнять свои обязанности, то есть смотреть, наблюдать, как в быту поведения ребенка своего, куда он идет, что он делает, с кем встречается, с кем разговаривает, с кем общается. Если это будет под контролем у родителей, будет гораздо легче. С детства нас учили, если вот дяденька там позовет, не подходить к нему, к нему в машину, не садиться и так далее. Но у меня возникает вопрос, а бывают ли тетеньки маньячки, стоит ли ожидать опасность от женщин? Бывают ли они такие вот преступницы, ну такие, может, педофилки или еще что-нибудь? Такой информации, честно говоря, у меня нет. Нет, ну не в Карачао-Черкесии. За свою служебную деятельность я таких не встречал. Выгодно ли участковым тишь и благодать на участке? Может быть, ваша зарплата зависит от количества преступлений, совершенных и раскрытых. Будут ли вас ругать, если, допустим, у вас тишина на участке? Не будут ли вас считать плохим участковым? Вот такой вот вопрос. Говорят, что очень часто участковый сам может что-то провоцировать или не доглядеть, потому что им выгодно, чтобы там было что-то? На ваш вопрос я вот так скажу. Давайте. Первостепенная задача участковых полномочий – профилактика правонарушений. Если рассматривать с этой стороны точки зрения, да, участковому выгодно, чтобы у него тише и благодать. Как бы, да? Это его обязанности, да. Он может сказать, я смотрю, я контролирую. У меня все это самое. Не совершать. И в то же время, кроме участковых уполномоченных, есть же другие сотрудники. Так? Да. Например, сотрудник уголовного розыска обнаружил, выявил у меня участкового на участке административном преступление. Это плохо вам. Спрос с кого? С участием. Вот я утверждал до этого. У меня тише и благодать. А у меня совершил спрос. Спрос с кого? С участкового. С участкового. Ты же говорил, тише, благодать. Ты не выявлял. Вот. Значит, у тебя не все благополучно. Тут все взаимосвязано. Тише да благодать, оно в большей степени не бывает. Очень хотелось бы, чтобы благодать. Очень хотелось бы, да. Очень хотелось бы. Спасибо вам большое. Поэтому в большинстве просто спокойно сидеть или укрывать участкового преступления, да, чтобы замалчивать. Замыливать за это самое. Никто не позволит. Спасибо вам большое. В общем, в итоге спрос с него. Да, и хочется, знаете, что сказать, жители, будьте бдительнее, да? Да. Бдительность – это главное. Бдительность, да, это главное. Ничего страшного, если даже лишний раз вы участковому позвоните, сообщите, вот там у меня подозрительно, у меня там кто-то живет. Вот я его не знаю, он там ночью там что-то у него творилось, какой-то шум был. Ну, мало ли. Жизненные всякие эти бывают. Если вы позвоните участковому и эту информацию вы предоставите, я уверен, что участковый своевременно примет эту информацию и примет меры, чтобы узнать, кто же там живет, кто же он такой. И соответствующий вывод. Да, и может пресечь тем самым преступление. И очень часто так бывает. Приятно вам дня. Спасибо вам большое. Спасибо. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны. Радио России. Настраивайте радио России Крачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Таким мы сделали это полезное и безопасное утро. До новых волнующих встреч на телеканале «Россия-1». Пока-пока.